Лес. Тысяча ног. Часть первая. Малышка Люси Локхарт убежала, испугавшись папиной сковородки. Но в лес тысяча ног попала, и больше нет сумасбродки. Этот стишок любят читать мои одноклассницы, когда прыгают на скакалке на детской площадке. И это просто ужасно, ведь Люси Локхарт была реальным человеком. Мы учились с ней в одной школе. Она исчезла, когда мы были во втором классе. Мне тогда исполнилось семь лет, и этот стишок основан на реальных событиях, потому что Люси действительно пропала в лесу Локхарт в ста метрах от дома ее отца Роберта. Но он не гнался за ней со сковородкой, чтобы наказать. Это неправда. Тогда я еще был мал, чтобы понять, что происходило, но позже мама объяснила мне все. И это оказалась очень грустная история. Я помню день, когда Люси пропала. Вернее, день, когда она не пришла в школу. Это был понедельник, а пропала она в пятницу. Мама сказала, что это произошло за несколько дней до ее седьмого дня рождения. Мы с Люси общались в одной компании, и помню, как она сказала, что хочет попросить у отца разрешения провести день рождения с ночевкой. Помню, как меня разозлило, что она хочет, чтобы это была именно ночевка, потому что в компании я был единственным мальчиком, и мне не разрешали оставаться с девочками на ночь. При этом я радовался предстоящей вечеринке, как и все остальные, потому что мы знали ее отца. Роберт Локхарт-младший был энтомологом, хоть и на пенсии. Мы звали его мистер Жук, и у него сохранилось множество прекрасных образцов бабочек, жуков и других насекомых, которых Люси иногда приносила в школу. Как бы там ни было, по слухам, Люси спросила у отца про вечеринку с ночевкой, но он отказал ей, так как планировала отвезти ее домой к матери, где она и проведет праздник. В это же время в их доме должны были травить насекомых. Судя по всему, Люси обиделась, расплакалась и выбежала из дома. Но идти в лес Локхарт без подготовки, скажу я вам, очень опасно для любого человека, вне зависимости от возраста. Что же не так с лесом Локхарта? Некоторые называют его лесом Тысяченок, наверное, чтобы он казался еще более жутким, хотя ему не нужна помощь в этом. Так вот, в Америке насчитывается 4000 разновидностей пауков, и все они встречаются в лесу Локхарта. Более того, есть данные, что там обитают такие популяции, которые раньше встречались только в отдельных странах. Например, птицеед голиаф, сиднейский воронкообразный паук и некоторые виды пауков-павлинов. Говорят, что в любой момент времени, когда ты там находишься, в метре от тебя точно есть паук. Если вы арахнофоб, вам точно там делать нечего. Лес, конечно же, интересен биологам и арахнологам. Но он находится на частной территории, и даже до исчезновения Люси туда было очень сложно попасть. А после этого случая в лес не пускали вообще никого. Понятное дело, любой при желании может попасть туда, потому что лес не огорожен и не охраняется. Но если кто-то заметит вас у границы, вы получите огромный штраф. Чтобы прогуляться там, вам потребуется хорошая обувь, одежда, перчатки, аптечка с лекарствами для оказания первой помощи и умение ориентироваться на местности. Самые распространенные виды пауков, встречающиеся у кромки леса, это пауки-скакуны, различные пауки-бегуны и пауки-кругопряды. Большинство людей, даже прогулявшиеся вдоль деревьев, выносят на своих телах пауков, цепляющихся за их волосы и куртки. Но ходят слухи, что если углубиться в лес, то там живут особи побольше и прячутся они в основном на земле. По рассказам мамы, Роберт Локхардт-старший долгое время жил вместе с отцом. Это был прекрасный дуэт двух энтомологов из Алабамы, хотя Роберт Локхардт-старший специализировался именно на арахнологии. Он даже купил дом рядом с лесом, и, собственно, сам лес именно из-за пауков, проживающих там. Роберт-младший часто пропадал в университете, который находится в нескольких десятках километров от их дома. Он женился на преподавательнице биологии из того же университета, после чего они стали жить в доме отца, пока Роберт Локхардт-старший внезапно не умер во время исследования паука-осы. Примерно через год родилась Люсия, и тогда Роберт-младший отказался от преподавания и осел дома, а мать Люси продолжила преподавать в университете. Он все так же занимался сбором и сохранением образцов, по большей части мотыльков и бабочек, и писал статьи в журнале «Энтомология». Изредка он проводил платные экскурсии по лесу Локхарта. Мама познакомилась с Робертом уже после того, как мы подружились с Люси. По ее словам, он старался не упоминать о лесе, и даже как будто побаивался его или того, что находилось в нем. Ходили слухи, что из-за этой лесной чащи от Локхарта даже ушла его жена. Роберт тщательно следил за тем, чтобы каждый, кто отправлялся в лес на прогулку, был хорошо одет и подготовлен. И именно поэтому мама никогда не верила, что он убил Люси. Да, он был главным подозреваемым в расследовании. Когда девочка сбежала в чащу, ее отец бросился за ней без колебаний, в носках, спортивных штанах и футболке. Он пробыл там четыре часа, получил массу укусов, но вернулся без дочери. Мама работала в ночную смену в больнице, когда привезли Роберта. Он бредил, а его тело распухло. Никто не мог даже предположить, сколько укусов он получил, и мама по сей день не знает, как ему удалось выжить. Ни в одной больнице Соединенных Штатов не было подходящего для него противоядия, так что его организму пришлось справляться с полученным едом самостоятельно. Наверное, ему просто повезло или помогла выработанная годами сопротивляемость. Он лишился обеих ног ниже колена, но зато остался жив. Первые несколько недель после исчезновения Люси поиски велись хаотично. Отряды добровольцев отправлялись в лес, но им никогда не удавалось охватить его целиком. Двоих офицеров из первого отряда укусили сиднейские воронковые пауки, и те погибли. Поиски в лесу продолжались около недели, а затем прекратились. Судя по всему, они не могли, а может и не стали, обыскивать весь лес целиком. Многие офицеры, входившие в состав поисковых групп, вскоре ушли из полиции, а затем и вовсе уехали из города. А те, кто остались, наверняка тоже подумывали о переезде. Одно я знаю точно, никто из них почти не говорит об этом месте. Люси так и не нашлась. Вскоре все подозрения пали на ее отца. Однажды Роберта даже пристегнули наручниками к больничной койке, хотя он лишился обеих ног. Но ему было все равно. Он постоянно бредил и твердил, что лес поймал ее, что пауки забрали его малышку. Доказательства похищения или убийства так и не нашли, а мамы и родители других друзей Люси, которых привлекли к расследованию в качестве свидетелей, настаивали, что у них никогда не возникало и мысли, что Роберт как-то обижал или причинял боль своей дочери. В то время мама тщательно скрывала от меня подробности исчезновения Люси, но, видимо, другим детям удалось что-то услышать от родителей, и именно они сочинили тот стишок. Помню, как едва не заплакал, услышав, как дети скандируют его во время перемены. Все потому, что я очень переживал по поводу пропажи моей подруги. С момента исчезновения Люси прошло 11 лет. Я перестал печалиться из-за этого, но все еще порой вспоминаю о произошедшем. Наша компания друзей распалась в старшей школе, но не думаю, что кто-то из нас забыл про Люси. А недавно после выпускного мы решили собраться в кафе и отпраздновать окончание школьной жизни. И вот в какой-то момент я, ковыряя свой омлет, сказал «Прошло столько лет, но я все еще хочу. Хочу, чтобы Люси сидела сейчас вместе с нами. Понимаете?» Моя подруга Стелла с понимающей улыбкой прижалась плечом к моему плечу, сбивая в сторону нашей шапочки выпускников. И я тоже дружище. Но уверена, она гордится нами. После этого мы сменили тему разговора, но мысли о Люсе еще долго не уходили из головы. Так что за день до отъезда в колледж во время завтрака я сказал маме, что хочу заехать к Локхартом и попрощаться с Люсей, если отец это позволит. Ну, пожалуй, она плечами. Думаю, это не повредит. Потери ребенка оставляет неизгладимый след, но кажется, он в порядке и не откажет тебе. Чуть позже я отправился на другой конец города к темному нависающему над горизонтом лесу, который тянулся до самого неба. Я не бывал в доме Локхарта в более десяти лет, но при виде его тут же начал улыбаться. Я больше не оплакивал Люсе, а с теплотой вспоминал то недолгое время, что мы дружили. Если быть честным, у меня осталось множество приятных воспоминаний об этом доме. Когда я ехал по подъездной дорожке, то заметил, что на одном из окон сдвинулась занавеска, а значит, в доме кто-то был. Возможно, меня и не впустят, но я не увидел ничего плохого в том, чтобы попытаться. Я поднялся по ступенькам крыльца и замер перед деревянной подвеской с изображением мотылька, украшавшим входную дверь. Бледно-зеленая краска без единого следа грязи или скола блестела на солнце, и я решил, что она довольно новая. Я думал, что Роберт слишком горюет после потери Люси, чтобы утруждать себя украшением дома, но, видимо, время действительно лечит. Я постучал, и через несколько минут дверь слегка приоткрылась. На пороге я увидел человека с горящими от любопытства глазами. Здравствуйте, мистер Локхард, я... Я Аарон. Моя мама Джейн работает в больнице. Дверь чуть приоткрылась, а его лицо расслабилось. Он узнал меня. А, сын Джейн. Ты же дружил с Люси, когда вы были маленькими, верно? Заходи, только вытри ноги. Удивлен, что вы помните о нашей дружбе с Люси, признался я, переступая порог и вытирая ноги о коврик в виде бабочки. Я помню всех ее друзей, сказал Роберт и взмахнул рукой, приглашая пройти дальше. Его протезы застучали по линолеуму. В вашей компании была Люси, ты, Стелла и девочка по имени Ханна, верно? Ты еще часто плакал из-за того, что тебе так и не разрешили остаться с ночевкой тогда. Да, сэр, это действительно так. Смущенно ответил я. Мы прошли мимо многочисленных образцов жуков и бабочек и оказались в гостиной. Это была большая комната с несколькими книжными шкафами и подставками, заваленными бумагами. Вдоль стен стояло больше десятка террариумов различных размеров и стоек с трофеями, между которыми виднелась дверь на кухню. Яркая настольная лампа освещала всю комнату, отражаясь от экрана ноутбука и козырька с увеличительным стеклом. Похоже, я оторвал его от препарирования какого-то жука. И меня порадовало, что его любовь к жукам не уменьшилась из-за потери дочери в лесу Локхарта. Субтитры создавал DimaTorzok